всем привет это обзор от калин красный сегодня у нас вот этот большой замечательный набор лего звездные войны под артиклом 75 301 x-wing люка skywalker это недавно вышедший x-wing это очень такой знаменательный для меня момент скажем так потому что мне очень нравится этот звездолет я его очень давно захотел себе в коллекцию и вот я еще хотел его когда была предыдущая версия но мне не получилось его купить а тут этот я поймал по вкуснейшие в скидке от которой я просто не мог отказать отказаться но об этом чуть позже в общем это только новое только свеже вышедший уже есть не куча обзоров на ютюбе но я тоже решил снять его сделать свой обзор вот свежайший просто x-wing новейший который скажем так не всем понравился потому что есть потому что он меньше предыдущей версии лего начал экономить и сделали чуть меньше но него немножко выкрутил за счет фигуры которые они положили сюда они ну одна из них точно достойна своего внимания в общем вот такой вот крутой наборчик большой а это уже я посчитал это девятая блин версия x-wing и по-моему она очень но это знаменательная такая звездолет во вселенной звезды войны которые будут скорее всего всегда переиздаваться потому что так вот именно звездолет и люка скайуокера и плюс докладывают какие разные какие-либо фигурки других пилотов но зачастую это именно x-wing люк скайуокера никакой другой там другого пилота или еще кого-либо нет именно его что же вот такая вот большая коробка что у нас сзади нее задние все функции набора представлены не особо они мы их много интересные такие новая именно механизм открывания x-крылов вот такой интересненький он уже чуть другой чем в других версиях такая вот большая коробка купил я этот набор на алекс прс через тмал и в купил я просто последний я прям урвал за последний последний пять наборов там осталось за две с половиной тысячи у меня плюс блин монеты короче я взял за 2 300 и это самая вкусная для меня цена так он по моему стоит 3 500 то есть разница колоссальная ощутимая я считаю что покупка очень достойно за эти деньги что ж не буду вас томить давайте вскроем этот набор посмотрим что у нас там внутри в этой коробке так коробка вскрытая что у нас внутри такая вот большая коробка интересно сколько положили туда воздуха и сколько положили туда пакетик сразу первый пакетик виднеется уже фигурки липская украина увидел так дальше что ух какая большая толстая инструкция на самом деле вот это второй набор в моей жизни такой большой именно олеговский я не часто их себе позволяю покупать и вот такая толстенькая инструкция тоже впервые в моей жизни наклейки наклейки я буду клеить потому что но не вижу смысла их тут не клеить они здесь вполне дополняет хорошо конструкцию их не так много против них я ничего не имею так это у нас третье и я уже немножко третье пакетики я уже немножко разочаруюсь и второй пакетик да и олега в своем духе то есть пропорции у нас можно было это все так уместить но коробка они там еще 4 пакет ух 4 пакета в общем у нас 4 таких интересненьких пакета вскрываем их собираем и смотрим в целом на звездолёт и так иксинг собран и что у нас получилось только небольшой компактный истребитель типа x повстанцев вот процессе сборки у него появились как плюсы так и минусы но о них поподробнее чуть позже в целом что хочется сказать что моделька у нас получается чуть меньше его предыдущей версии из набора 75 218 и я буду сравнить его с ней мне к сожалению нету но вот по фотографиям по обзорам я буду сравнить с предыдущей версии потому что здесь лего решили немножко по-другому пойти пути так начнем мы с мини фигуры который у нас здесь есть и это один из главных плюсов этого набора первая мини фигурка это у нас принцесса лея данная мини фигурка у нас уже встречалась ранее в других наборах где нас помог по спасению или не спасения без спасения у нее ноги прям были такие и же не ноги а платьишка мы в наборе с тантативом тантивом 4 у нас была именно такая принцесса лея очень хорошая фигурка в коллекцию прям супер дальше самая главная звезда этого у нас набора это генерал додона это у нас генерал повстанцев которого пленили потом позже на планете и вин вот кто играл в игры знает кто знает историю а вот такая очень интересная фигурка очень радует что у него есть принты как на торсики так и ногах такие хорошенькие и сзади только вот такое два уровня лица у него такой серьезно и слегка такое возбужденно скажем там переживает за то что скоро могут взорвать спутник и вин так ну и главная естественно фигурка этого набора это у нас сам люк скайуокер вот сравнивая с предыдущей версии 75 218 из набора не сильно изменился тут есть какие изменения по принта насколько я помню лего играет с принтами вот сзади нас вот так и два выражения лица ладно у нас опущена забрала мы видим у другого у нас вот так вот поднято очень жалко очень не жалко что лего вот отошло от идеи с забралом как частью шлема очень жалко потому что была крутая идея и не понимаю почему они вообще полностью в предыдущей версии изменили шлем зачем это было сделано но вот если бы они вот к этому шлема добавили бы забрал вот такой целиком не как принт а вот как вот прозрачная деталь было бы круче мне кажется почему они так не сделают до сих пор на этом шлеме я не знаю но очень глупо что они убрали до сих пор печатают принты на лице то что забрал мне это не нравится ну и вечный спутник всех наших следолетов это r2-z2 который выглядит вот так вот уже много лет его его никак не подделывают вот сюда ногу чтобы ногу так красиво двигаться вот фигурки в сторону и главный тоже герой всего это это сам у нас x-wing что ж ну во первых само основное лего уменьшила его формат то есть предыдущий набор из 7218 он чуть больше данной модели и наверное за счет этого здесь сократились детали соответственно и уменьшилась цена что не может сказать что можно внести в плюсы этого набора потому что насколько вот я помню я не смогу купить предыдущий весь пошло на стол около пяти или четырех тысяч а можно даже там около шести тысяч этот набор как я уже говорил заранее я поймал просто за две с половиной тысячи это круто будет иметь коллекции x-wing за бесплатно что пойдемте давайте пройдемся по минусу первый минус это наклейки они мне очень настроили я вот не знаю будет видно или нет но они прям вот ужасными ужасные что белый цвет он отличает от белого цвета пластик на видно нет прямо не настолько ужасно что при мужчине как бы тут китаем помогал это делать наклейки прям плохие я их наклеил все равно потому что без наклейка он смотрел санитар очень меня огорчает что например вот в предыдущей версии вот эта деталь талика именно люкс кайкер у нас был позвонок не был красный 5 вот я можно было отдельно менять там был другой пилот под красный 3 или что такое вот и вот теперь просто наклейка x-wing будет всегда красный 5 вот потом они изменили носик все привыкли к такому уткообразному носу он теперь другой он выглядит вот так вот у нас и ну мне тоже когда видел первый раз мне это не понравилось потом вроде вроде как я просто уже давно не помню не смотрел на экономичный наш x-wing они изменили вот эту заднюю часть она здесь такая более квадратная до этого лего всегда пускал заднюю часть такой трапециевидно то есть вы были более скошены и смотрелось это более интересно вот дальше что уменьшили количество вот этих шутеров наших шутеров в предыдущей версии x-wing шутеры были полностью на всех четырех крыльях а тут только снизу уменьшили не положили к сожалению или к счастью не знаю ну четыре шутера конечно прикольно когда было стрелять с другой стороны ну зачем тут опустим где-то что-то там пыльнуть вот дальше что также мне не понравилось это конечно же уже многие в этом снимали это передняя вот эта ножка наша выдвижная точнее не выдвижная то есть предыдущих версиях насколько помню вообще могла прятаться наше шоссе x-wing она пряталась вот сюда здесь же она блин не прятать не то есть ты летаешь к горе играешь с этой моделью она вот постоянно вот болтается вот так плюс она очень хлипкая просто выдирается ее потеряет как нифиг делать это минус также один из минусов я просто помню прекрасно что световой меч всегда у любого такого звездолета какого-либо значимого героя световой меч всегда можно было куда-то спрятать здесь такого к сожалению нет вот я помню какой-то старой версии x-wing а вот тут открывалась такой контейнер на можно положить x-wing лего раз от раза либо делают это либо не делают к сожалению это очень жалко вот и сам такой не очень приятный момент то есть вот вы видите в стоячем положении у нас вот такие тут зазоры не очень приятные хотелось бы чтобы было вот так то есть видите да если прижать силой надавить у нас это тех на детали они сжимаются и все выглядит красиво если нет то вот такие вот щели очень красивые вот это мне не нравится я прочее говорю про сам механизм конструкцию открывания крыльев раньше он был блин лучше предыдущей версии по моему так вот вперед-назад двигалась и крылья раздвигались о да это вообще был шарнирный механизм то есть крутили там на резиночках открывался это было блин круто вот как вылет механизм мы просто вот сюда давим и вот так у нас раскрывается крылья на мой взгляд на мой ну в предыдущих версии по моему чуть больше вот и опускается на то есть у нас так словно говоря либо же сами сжимать ну как я говорил вот этот механизм он слишком какой-то туговато это конечно хорошо он не должен быть раздолбанным таким расхлябанным но прям но мне не нравится то что и тяжело иногда открывается можно было поширить хотя может быть я и протирать вот потом что интересно детализация такая интересненькая сзади вот здесь появилась в то же время потерялась детализация например на вот этих двигателей они были чуть другие по другому было все исполнено в общем ну из минусов я вам сказал такие ну и мне не знаю может быть я правда придираюсь хотя я очень рад этому набору очень рад что он убитки появился он везде да у нас вот так вот люк просто лежит кайфует а вот мне очень понравилось что вот детали у нас как бы монитора дисплея пилота это печать а не наклейка вот что-то здесь такое интересно пора но еще один из минусов такой это уже лига давно делает то что у нас дроид торчит наполовину все мы привыкли что дроид всегда у нас вот так вот торчит а здесь они вытаскивают это по-моему началось с набора 75-35 зато с перехватчика убираем геннадо в общем итог какой итог данного набора если у вас нет x-finger и его не до этого не было его определенно стоит брать очень крутая модель прям вот для вот если вас не было я прям очень был рад я собирал у вас таким восторгом мне он очень понравился если же у вас до этого были версии то они ну естественно они получше этой будут и если вы просто коллекционируете эти x-finger только же берите свою коррекцию так наверное ну есть какие косяки но мне вот как первый раз у меня появился достался только я довольна а так в принципе ну не очень конечно лего сделала его но это все упало соответственно снизился на сценарий и зато выкрутились они фигуркой которая надеюсь нигде нигде больше не будет выпускать это генерал додона и немного изменена люк скайбургер в принципе вот так у меня на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайк колокольчик и вступайте в нашу группу вконтакте где мы укладываем обзоры на лего и его аналоги все пока